Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Городские власти и общественники. Эффективное взаимодействие. На курорте решают проблему очередности в детские сады. В совещании с руководителями органов ТОС города провела первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Общение построили по принципу «вопрос-ответ». На актуальные темы с общественниками беседовали заместители главы и руководители управлений администрации. О приоритетах в социальной политике рассказала заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, развенчав мифы о нерешаемой проблеме очередности в детские сады, о судьбе скейт-парка и детского сада номер 2 «Орленок». Сергей Павлович сразу, как только сад признан аварийным, сразу сказал, что на этом месте будет только детский сад. Решение на Крымской быть новому детскому саду. На каком этапе сегодня реализация этого плана, доложила начальник управления образования Наталья Микитюк. У нас заключен договор с перспективой. До 31 ноября мы получим проектно-сметную документацию. Уже готовую. Наталья Александровна вчера мне сказала, чтобы мы ее представили ей. Как только она видит проектно-сметную документацию, она дает нам разрешение на демонтаж здания, и мы начинаем строительство. Скейт-парк – еще одна тема для информационных спекуляций, должна быть исчерпана, по мнению заместителя главы. Тоже хочу вас заверить о том, что там скейт-парк был, есть и будет. Решение о дополнительном финансировании на создание нового спортивного объекта должны принять депутаты Анапы. Предварительная смета составлена. И к другой не менее важной теме – здравоохранение. ТОСовцы пожаловались на недостаточную информированность о проходящей диспансеризации, а также задали вопрос о филиале городской поликлиники на Ленина. Остался один медосмотр. Но жителям очень неудобно, потому что эту поликлинику посещали жители, проживающие от улицы Крылова, и туда в микрорайон 3А, 3Б. Заместитель начальника управления здравоохранения объяснила будущее за созданием кабинетов врачей общей практики. Перспектива, она будет, скорее всего, за общей врачебной практикой. То есть требования к поликлиническим отделениям, они достаточно жесткие. Поликлинику из филиала мы сделать не сможем. А вот организовать прием врача общей практики, которые меньше требований к ним, то на перспективу мы это сможем сделать после проведения уже ремонта и реконструкции, чтобы отделить вот эти вот потоки здоровых и больных пациентов. Все вопросы руководителей органов ТОС записаны. По каждому отработают городские службы. На этой неделе подобная встреча состоится с сельскими активистами. Места в детских садах. Для Анапы этот вопрос всегда будет актуальным за счет высокой рождаемости и миграционного прироста населения. Только в этом году на курорт, на постоянное место жительства, приехали свыше 4 тысяч человек. Вопрос актуальный, но не проблемный, обещают городские власти. Детская очередь постепенно сходит на нет. В нашем муниципальном образовании 42 детских сада в 16 станицах и хуторах актуальной очереди в детские сады нет. Ликвидировать ее во всех анапских садиках на сегодня задача номер один. Министерство образования и науки Краснодарского края дает прогнозный план обеспечить путевками 3485 юных анапчан. На сегодняшний день уже обеспечено 3506 ребятишек. В этом году у нас 1880 детей прошли это основное комплектование. То есть на высвободившиеся в мае места тех ребятишек, которые пошли в первые классы, мы завели туда детей, которые стояли на очереди. 910 детей, так называемая оптимизация. Что это означает? Мы высвобождаем пространство за счет приобретения новой корпусной мебели и на увеличившихся площадях может находиться большее количество ребятишек. Для того, чтобы все это соответствовало нормам САМПИНА, глава нашего города Сергеев Сергей Павлович выделил 16,5 миллионов рублей. Мы на эти деньги отремонтировали пищеблоки, мы приобрели дополнительно технологическое пищевое оборудование, приобрели медики, инвентарь, мебели и так далее. В Анапе развиваются альтернативные формы устройства в детские сады. Группы кратковременного пребывания, где малыши находятся по 3,5 часа, хорошая возможность подготовить чадо к непростой школьной жизни. Почти 700 ребятишек получили в этом году такую образовательную услугу. Кстати, городские власти вышли с инициативой увеличить это время до 5 часов в день. Еще один выход – капитальный ремонт и реконструкция зданий существующих детских садов. 5 ноября в детском саду номер 12 открылась новая групповая ячейка. У 30 малышей 4-5 лет началась совсем другая жизнь. Новые игрушки, новые друзья и впечатления. Малыши с удовольствием учат песни и стихи, уже начали подготовку к новогоднему утреннику. Наш микрорайон очень большой, разрастается, увеличиваются улицы и Стаханово, и Чехово, строится много домов. Поэтому мы нашли такое альтернативное решение – сделать групповую ячейку из физкультурного зала. Это позволило нам решить проблему очередности. Практически 30 мест мы дали детям 2010-2011 года. Но и без физкультуры дети не останутся. Место для занятий определено. На реконструкцию и открытие групповой ячейки потрачено 958 тысяч рублей. Софинансирование краевого и местного бюджетов. Помимо этого из муниципальной казны выделено полмиллиона рублей на оснащение группы. Практически целый месяц у нас шел капитальный ремонт. Была заменена и система водоснабжения, система отопления, провожена новая проводка. И полностью сделан капитальный ремонт всей групповой ячейки. Нам, конечно, пришлось приобретать и функциональную мебель, и индивидуальные шкафчики детям. Это и постельные принадлежности, и посуда, и игрушки. В соседнем кабинете организована работа группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она оборудована специальными развивающими играми. Довольны и дети, и родители. Кроме того, это новые рабочие места. Увеличение числа воспитанников обязательно подкрепляется новыми педагогическими кадрами. И в продолжение темы. На курорте развивается еще одно направление – группа семейного воспитания детей. С одной стороны, это поддержка многодетных семей, возможность реализоваться многодетным мамам. С другой стороны, это способ дать детям, которые еще не получили путевку в детское дошкольное учреждение, возможность общаться со сверстниками и получить базовые знания. У нас такая 21 семейная группа. Хочу сказать, что мы готовы открывать еще новые группы. Главное, чтобы было желание родителей. Что это означает? Это должна быть многодетная семья или мама, имеющая одного-двух детей, которая готова взять на воспитание еще одного ребенка, родственников своих, 3-4 и так далее детей. Но и основное, наверное, еще условие, и одно из основных условий – мама должна иметь педагогическое образование. Если эти условия сохраняются, мы готовы их брать на государственное содержание, выплачивать питание и другие услуги, и мама будет воспитывать этих детей у себя на квартире. Подробную консультацию по организации семейной детской группы можно получить в управлении образования курорта. В Анапе начался осенний цикл Дней здоровья. В Гостогаевской к жителям Станицы приехали самые востребованные специалисты. Станичникам Гостогаевской повезло. В участковой больнице штат практически укомплектован. Однако День здоровья здесь пользуется небывалой популярностью. Есть возможность проверить состояние здоровья и получить консультации комплексно, без талонов и очередей. Доступность медицинской помощи, особенно у сельского населения, достаточно низкая. Не можем охватить всех желающих и всех нуждающихся в медицинской помощи. Тем более 2015 год является год борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И в связи с этим стараемся охватить медицинской помощью как можно больше населения. Тамара Акель пришла в поликлинику Планово к терапевту. О том, что здесь проходит День здоровья, узнала на месте. И сразу решила пройти к кардиолога, чтобы потом не ехать в город. Очень тяжело ехать в больницу. Там не пройдешь. Также можно было пройти обследование сердца на кардиовизоре, сделать УЗИ сонных артерий, экспресс-анализ крови на содержание глюкозы и холестерина. Все консультации и услуги предоставлялись бесплатно. Большая очередь была к педиатру. Глава курорта Сергей Сергеев поддержал инициативу общественников о проведении в рамках Дней здоровья бесплатного медицинского обследования для детей и поручил городским службам продумать организацию этой работы. До конца года Дни здоровья пройдут в семи сельских округах курорта. В субботу, 21 ноября, на День здоровья приглашает амбулатория села Цибана-Балка. Продолжается прием заявок на конкурс «Милые мамочки портрет». В преддверии замечательного праздника Дня матери наша телерадиокомпания совместно с Управлением по делам семьи и детей курорта проводит открытый фотоконкурс. Подробности на нашем сайте. А завершит выпуск прогноз погоды. Во вторник, 17 ноября, в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 3-5 градусов. Ночью до 7 градусов тепла. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производство на предприятии «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Новое поступление. Сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Город Анапа, улица Новороссийской, 281.